Добрый день, уважаемые подписчики! Тема нашего сегодняшнего прямого эфира это обеспечение безопасности условий труда и совершенствование механизмов профессионального травматизма. Тема этой очень важна. Условия будут зависеть из здоровья работников. Профессиональный травматизм и профессиональные заболевания, наверное, одна из самых серьезных проблем для объектов промышленного назначения. Ежегодно очень большое количество людей на промышленных предприятиях получают травмы. И не секрет, что некоторые из них можно было предотвратить при создании условий. Поэтому промышленные предприятия должны проводить очень большой комплекс мероприятий для профилактики профессиональных заболеваний. Какие условия способствуют профессиональному травматизму? Это и невыстаточно оснащенное оборудование, либо недействительное оборудование, отсутствие защитных механизмов, неиспользование средств индивидуальной защиты, где-то может быть и хроническая усталость персонала, где-то и халатность, может быть какие-то внешние факторы или климатические условия проживания, либо недостаточное освещение, плохое освещение, недостаточная вентиляция, шум, вибрация. Все это в целом может повлиять на возникновение профессионального травматизма. Хотелось бы сказать, что нужно нашим кодексам о здоровье народа, системе здравоохранения предусмотрен ряд мероприятий, направленных на профилактику профессионального травматизма и заболеваний. Это и мониторинг рабочих мест, и система оценки рисков заболеваний, профессиональных заболеваний. То есть проводятся периодические медицинские осмотры, когда сотрудники промышленных предприятий регулярно, раз в год проводят у них обследование. Бывает, что выявляют факты заболеваний на раннем состоянии, или проводятся медосмотры и выявляются заболевания. Для того, чтобы оно не перерисло в хроническое, то этого человека могут назначить ему лечение, назначить мероприятие по оздоровлению, допустим, санатомное, курортное лечение, либо временно переводят на более легкий труд, для того, чтобы человек больше не заболевал, восстановился и мог продолжать работу в дальнейших условиях. Также дают рекомендации после этого медицинского осмотра в обязательном порядке санитарного служба дают рекомендации предприятия о том, чтобы необходимо провести какие-то мероприятия, допустим, по улучшению условий труда в части освещения, вентиляции, снижению нагрузки от шума, от вибрации. Все это предусмотрено в нашем кодексе, и каждый работодатель должен это в обязательном порядке соблюдать. Только от того, как будет обеспечено условие труда, будет снижаться фактор заболевания и количество заболеваний. Хотелось бы еще отметить, что работодатель несет, естественно, большую нагрузку, самую большую ответственность, но обращаясь и к специалистам, и персоналу, чтобы здесь тоже должна быть ответственность каждого человека за свой труд. То есть если человек знает, что у него нет условий для продолжения работы, он должен поднимать вопрос также, или можете обращаться в нашу услугу, мы проводим мониторинг рабочих мест, мы контролируем составление и самих характеристики рабочих мест, поэтому очень важно принять все максимальные методы для предотвращения профессионального травматизма или заболеваний. Только от того, как будут созданы условия, будут обеспечены безопасные условия на производственном объекте. Всем удачи, до свидания.